Всем привет, дорогие друзья! С вами снова EdimNata Space и... Эльфонс! И сегодня у нас будет обзор на раритетный набор по лего Звездным Войнам 2008 года выпуска. Это у нас ATAP. И сегодня, так как у нас обзор с моим братаном, будем мы рассказывать частями. То есть я расскажу там, не знаю, про инструкцию, он расскажет про сам набор и про мини-фигурок. И мы сделаем также сравнение с версией Корусанской Гвардии данного клона с новой версией 2014 года. Так что давайте сначала посмотрим на инструкцию, я вам про нее расскажу. Данный набор у меня уже был, но так как мы купили еще один ему в коллекцию, мы решили вновь перезаписать этот обзор, плюс нас тут двое, такое случается нечасто. Набор под артикулом 76-71. И у нас сразу же показаны леса-кошилька, на котором у нас почему-то Корусанская Гвардия, ну да неважно. Как стилистика 2008 года у нас здесь шлем Дарта Вейдера. Очень офигенный, просто шикарный, идеальный. Ну инструкция чуть помялась с годами, что поделать. Вот здесь у нас еще по старинке рассказывается то, что надо собирать на столе. И у нас уже начинается сама инструкция. Кстати, хотелось бы отметить, тут идет сигнатура Вейдера справа сверху. Сзади у нас еще такая старая рекламка, то что можно выиграть наборы, и наборы можно выиграть реально крутые. Тут вот у нас то Амари, вроде бы Амари, да? Да. Да, Амари. И этот Звездолет Энни, киноз первого эпизода, а также набор Сити, который у меня, кстати говоря, в те годы был. На задних разводах рекламки абсолютно идеальных сетов. У нас тут батлпаки с имперцами и повстанцами, Звездолет Энни, еще один батлпак. Так, очень интересно, этот батлпак в этом году превыпустили в честь 20-летия LEGO Star Wars. Да, это довольно здорово. Ну и самый крутой тут, конечно, набор со Старкиллером, как я считаю. Вот, кстати говоря, рекламки крутейших LEGO игр Star Wars The Complete Saga, а также Indiana Jones. Сам набор со Старкиллером и возможность менять Джуну Эклипс ее волосики на шляпу и Дарту Вейдеру менять его уже побитое лицо на крутой шлем. Дальше у нас рекламка набора Hellfire Droid с дроидами и функционалом. Звездолета Энакина. Который превыпускали в прошлом году. Да, спасибо за пояснение. И батлпак с повстанцами, которого у меня не было. Которого не превыпускали в этом году. Да, но у меня его тоже, кстати, не было. Очень классный разворот, тут так Энакин смотрит его корабль. Тут внизу в Война Клонов настоящая. Ну и тут, конечно же, показан функционал набора, который мы сейчас вам покажем в реальности. С настоящим набором, так что это не особо важно. Инструкция довольно классная. Перейдем к самому набору. Обзор мы по классике и традиции начнем с мини-фигурок. Это два клона Корусанской Гвардии. Одного откинем и начнем обзор с него. Что ж, Корусанская Гвардия. В принципе, он выглядит идеально и похоже на то, какой она была в самих фильмах, комиксах и прочем. У него просто прекрасный принтик на теле, который даже по нынешним меркам Лего выглядит, возможно, даже лучше, чем современный. Шлем. Обалденный шлем с классной покраской и детализацией. Зая также есть принтинг, который сейчас используется только для штурмовиков, потому что у клонов он поменялся. И давайте же начнем сравнение. Новой Корусанской Гвардии, ну, более-менее новой и старой, уже точно старой. Как видите, у Новой Корусанской Гвардии, конечно же, детализация во многом лучше, потому что она появилась на ногах. Но на теле намного меньше ее стало. Он стал выглядеть, как другие... Это помене клонов, кстати. Да, шлем. Как по мне, старый шлем более детализированный, необычный какой-то, рельефный и так далее. Ну, сзади не сказал бы, чтобы что-то сильно изменилось. Ну, разве что вот это более типовые буквы. То, что под шлем. У старого просто черная голова. У нового же просто головоклон. Просто головоклон, обычный. Ну, на этом сравнение можно и закончить. Как по мне, старый намного круче. Перейдем к набору. Что ж, вот и сам этот шагоход. Что для начала хочется сказать. Ну, он выглядит довольно так круто, заметно. И он довольно большой по своим размерам. Хотя деталей в нем не то, чтобы прям огромное количество. В сравнении с другими наборами лет. Сразу хочется сказать минус. Его чуть-чуть поднимаешь, и сразу видны все его внутренности. Что не очень радует. Но, поскольку он обычно так стоит, ничего страшного. Функционал. Ну, во-первых, естественно, можно посмотреть, что внутри. Сиденья. Это бочка зеленой жижей. Жужжь. Непонятная. Ну, и вот тут панель. Она, кстати, пропринченная. Да. Что очень интересно. И эти открываются. Да. Можно это рассмотреть. Также открываются боковые, так скажем, дверцы. Пушка крутится. Ну, это не нервами. Это нормально. Вот. Что еще? По функционалу. Кстати, по функционалу. По функционалу также интересно то, что здесь есть третья ножка, которая вот так вот открывается. Конкретно в фильмах во всей вселенной «Звездных войн» третья нога использовалась для этих шагоходов, для стрельбы на месте, такой более точной. А ходила эта самая штуковина только на двух ногах. Слушайте, говорят, тут джойнты кликающие. Да. Чтобы было более стабильное отрезать за форс. Сейчас эти детали тоже используются, но уже не так часто. Ну, в общем-то, вот такой вот интересный набор. Что ж, хочется сказать об этом наборе в общем. Минифигурки явно отличные, пускай их не очень много, но «Карусанская гвардия» это просто обалденно. И принтинг, и детализация, все на высоте. Сам набор очень неплохой. Особенно для коллекции «Армии Республики». И, в принципе, достойный, несмотря на какие-то там недостатки. Ну, и то, что я забыл сказать, то, что вот за эту штуку удобно его держать. Так скажем, рычужочек такой. Поэтому к покупке советуется, пускай сейчас его немножко сложно найти. Для коллекции идеально, для игры тоже будет неплохо. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok